Мой Бузя, мой кот Шерман Шурикович, если вы не знали, как его зовут. Бузя это его кличка, потому что он постоянно бузит. А он меня, как всегда, разбудил в 5 утра. Я сопротивлялась как могла, встала в полчаса. Полчаса это все, это такой кадр. Я постараюсь как-то заснять, как он у меня в 5 утра будет. Иногда ему что-то там в голову взбревает, и он мне начинает в 3 часа будить ночью. Вот, бывает. Он ко мне подходит, запрыгивает меня на грудь, я лежу на спине, и он начинает мне облизывать мой нос. А если я нос закрываю, он начинает меня облизывать щеки. То есть, ну, чудо маленькое. На него очень трудно разозлиться и крикнуть, потому что он не знает, есть такие коты, которые реально просто такие, неу-неу. А он, ну, такими глазками на тебя смотрит, такими невинными, мол, типа, давай, Муся, вставай, нефиг тебе больше лежать, надо пора вставать, корми меня, хотя еда у него есть. В тарелочке научили, что надо котику держать в тарелке сухой корм, и вот этим банком, и с баночкой просто иногда я ему даю или утром, или вечером. Вот, ну, вот он хочет, чтобы я в 5 утра встала, но благодаря ему я успеваю очень много чего сделать, особенно по утрам, потому что я самый продуктивный у меня перед временем, это утро. Вот, поэтому, все равно, хоть и сопротивлялась, но все равно встала в полшестого утра, и вот сидела до этого времени, работала с онлайн-клиентами, группами, опять же, если не видели, сделала специальный подарок 8 марта, девчонки, 50% скидки на мои программы, на вайбер-консультации, чтобы вы попробовали, потому что мне очень приятно, когда пишут и девчонки в группах моих, и те, которые приобрели тренировки, что им нравится, и реально, я просто, я не могу успеть просто все эти комменты, все эти отзывы написать, потому что, ну, реально пишут, вау, никогда я годично я так не чувствовала, вау, у меня спина просто взрывается, и поверьте мне, у меня не только новички, которые там уже, которые никогда не тренировались, и вот получили такие тренировки, у меня есть и тренеры, которые уже годами тренируются, и это не то, что там хвалюсь, просто иногда, не всегда просто одно какое-то упражнение, вот пишут, я там, Саша, да, делала эти упражнения много раз и так далее, но или комбинация упражнений была по-другому составлена, или последовательность упражнений, опять же, когда я составляю тренировки, это все учитывается, и опять же, вот эти маленькие небольшие фишечки, или другой угол наклона, или другое использование машины, или, опять же, вот добавление разных вот этих вариантов, которые, в принципе, я благодарна Чаужу Глазу, который меня, в принципе, и подсадил на все эти разные углы, хваты и так далее, вот, поэтому, и когда они испытывают вот этот реальный кайф от того, что они чувствуют эту рабочую мышцу, это, конечно, самый классный комплимент, вот, то есть, я рада, и поэтому продолжаю работать над этим, опять же, до сих пор сейчас испытываю новые упражнения, есть там уже некоторые, так сказать, мои полюбившиеся, но вот пока я полностью их не отработаю на себе, пока не отработаю их на клиентках моих, я массы, так сказать, не выдаю, вот, поэтому, как я сказала, сейчас, пока работала, и я такой человек, я не могу сесть долго на одну задницу, поэтому с двумя высшими образованиями бизнесмен, и компьютерной технологии факультет, я проработала пару лет в офисе, и я просто сидеть не могла на заднице, мне нужно постоянно двигаться, и поэтому тренировка для меня, вот, такой немножко разрядка, поэтому сейчас пойду и сделаю просто кардио, надеюсь, потому что просто кардио иногда у меня заканчивается тем, что начинает там сумасшедшую плеометрику, вот, особенно, если я какие-то новые упражнения увидела, и что-то на себе хочу испытать, блин, вы посмотрите на это небо, и такое ощущение, что едешь в какой-то мрак, вот, поэтому, да, следующая неделя, блин, опять с дождями обещается в Лос-Анджелесе, надоели эти дожди, уже все просто с ума сходят из-за этой погоды, опять же, просто для многих, кто вот живете, если вы в Европе, то есть вы привычны к тому, что вот 4 сезона, есть лето, зима, осень, весна, и, ну, просто организм привыкает, я до 25 лет тоже к этому была привычна, но если ты уже привык, что в большинстве случаев это солнечная погода, и не зря же говорят солнечная Калифорния, правильно, то я вам отвечаю, что последний уже вот третий месяц нельзя назвать это солнечной Калифорнией, потому что это нон-стоп, вот такая погода, это, конечно, немножко странно, холодно, холодно, да, для Лос-Анджелеса это холодно, Минск снег, вау, метель, с ума сошла, слушайте, Саша, привет, из Москвы, погода у нас не очень, да, ну, видите, значит, не завидуйте мне, как многие там, знаете, ставлю какие-то три, это, с улицы, ой, солнечно, вот у вас там солнечно, так что вам всем тоже хочу сказать, что не всегда у нас солнечная погода, вот, поэтому, чтобы вы тоже не так чувствовали себя плохо, в заснеженном Минске или в холодной Москве, Винница, привет, как там у вас погодка, пишите, как на Украине, мамусик мой уже уехал, наслаждается уже своими подружками там, тоже давно с ними не виделась, три месяца, вот, поэтому мамусик у меня сейчас на Украине находится, так, сейчас будем искать, ууу, вау, посмотрите, мне парковка прям под носом, класс, чем мне нравится еще, видите, Live Fitness называется, чем мне нравится, если вы не слышали, я вот недавно буквально перешла в этот зал, был другой зал ходил, назывался 24 Fitness, мне там больше нравился режим открытости зала, так сказать, но мне там с ума сходила я из-за того, что парковка, там был, ну, просто ужас, ты на одну минуту опаздываешь, там 2 часа бесплатная парковка, на одну минуту опаздываешь, ты приходишь, ну, выезжаешь, тебе надо платить по 2 доллара, я не раз была подготовкой, мне так это, я реально, я подъехала рано, там какой-то придурок не мог заплатить, и, ну, там все автоматически, и я начала ругаться, я проезжаю, там, одна минута показывает, у меня нужно было выехать 13.00, я выезжаю 13.01, и мне такой, charge, 2 доллара платить, я говорю, да пошли вы нафиг, я ничего не буду платить, это не моя была проблема, что я опоздала проехать ваш долбанный этот 2 часа режим, лимит, вот, поэтому, а здесь в парковке, в принципе, большая area, и, в принципе, бесплатно, но нужно иногда успеть, блин, солнце, так, привет, привет, сколько будешь делать кардио? 45 минут, в принципе, делаю, опять же, вот, допустим, вчера даже мы тренировались с моей клиенткой, она говорит, Саш, какая у тебя сейчас цель? Честно говоря, у меня сейчас нет цели ни на похудение, ни на, ну, можно сказать, что поддержание, можно в каком-то смысле сказать им, что все равно хочу больше проработать ягодичные, и сейчас больше идет, да, нагрузка на ягодичные, тренирую сейчас 3 раза в неделю их, но это, как я большинство советую, это 1 тренировка ноги ягодичные, то есть концентрация на ягодичные, и 2 тренировки, это больше добавляется по 2-3 упражнения в конце тренировок там спины или плеч, вот, то есть, да, хочется немножко получше, пообъемнее ягодичные, на этом работаю сейчас, ножки немножко хочется добавить, так, что-то тут творится, вот, и, ну, нет там цели там похудения, подготовка, ну, можно сказать, такое легкое межсезонье, это раз, и во-вторых, что я вот как бы анализирую, как в последнее время была тренировалась, то есть я немножко жестко начала после того, как реально мне, мне страшно стало, в Москве, когда проводила в прошлом году семинары, ну, на последний день, это был последний уже семинар моего, так сказать, заезда тогда, и ужасные были боли в коленях, поставили диагноз начинающийся артрит, вот, коленей, конечно, было страшно, ужасно страшно, я такое уничтожала, ну, были, раньше колени болели, но когда ты просто даже не можешь встать с кровати, и когда я ехала в поезде, и я просто, ты лежишь бревном, ты не можешь пошевелиться, потому что больно даже пошевелить ногой, я там ноги вот так составляла с полки, вот, поэтому, ну, так, чуть-чуть так труханула, знаете, вот, и решила взять небольшой отдых, ну, в моем понимании большой отдых, то есть именно тренировки, но щадящие, вот, и потом я, скорее всего, очень резко вернулась, потому что хотела сделать гонку героев, и сильно, наверное, начала налегать на кардио, и именно вот пробежки начала делать, и все-таки мои коленки, наверное, тогда и не выдержали, вот, поэтому пришлось, как говорится, back off, то есть немножко вернуться к щадящему режиму, но сейчас постепенно, намного лучше чувствую, пропила курсы спортпитания для суставов, и были, и медикаменты, вот, и сейчас уже более-менее вот чувствую себя хорошо, вот, так что 45 минут делаю, это хорошие интенсивные тренировки, 45, ну, 60, сейчас посмотрим, насколько я сейчас себя поведу, так, Краснодар, привет, 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 Грузия, вау, привет, Грузия, не была, обязательно съезжу, добрый день, Ереван, Армения, вау, Ереван, Армения, привет, тоже никогда не была, обязательно съезжу, привет, 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 как вы относитесь к бета-аланину, хороший вопрос, спасибо, что спросили, между прочим, как раз сейчас допишу заметку, именно бета-аланину, никогда отдельно, вот, если вы видели, я, а, не, в принципе, кажется, про бета-аланин я поставила, посмотрите, я ленту Саши, или на мой блог, сашабраунфитнес.ком, веб-сайт, в блоге, отдельно написала и мои ощущения, в принципе, никогда отдельно его не принимала, вот, решила, опять же, проэкспериментировать, не люблю ощущения, конечно, когда это все чешется, и вот, это, это, это нормальная, так сказать, реакция организма на бета-аланин, но, можно, не, не могу сказать, что 100% ощутила, что там вообще, ну, для эндуренс, для выносливости, что там улучшилась выносливость, то есть, потому что нету сейчас таких интенсивных тренировок, то есть, эксперимент делаю, вот, пока еще не допила эту бутылочку, потом посмотрим, и еще одну добавила интересную добавку, дирибоза, тоже никогда раньше не использовала, я их беру, они такие, как большие таблеточки перед тренировками, мне, впрочем, сейчас как раз, спасибо, что напомнили, вот, и вот такие они, видите, я отдельно беру такие пакетики, и три штучки, она из порошковая, я беру, они такие вкусненькие, с вкусом, без сахара, они с вкусом berries, вот, ягод, то есть, я ее сейчас прожую, вот, и они вкусненькие, тоже, в принципе, не могу сказать, что есть, чувствую 100% какую-то разницу именно от них, то есть, ну, посмотрим, опять же, это полностью даже не закончила пить бутылочку, хорошо, вот, так что, Киев, привет, 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 спасибо большое, так, Одесса, привет, привет, Питер, спасибо большое, привет, ты из какого города, Лос-Анджелес, Саша Класс, спасибо большое, спасибо, ребят, вот, поэтому, сейчас бегу на тренировку, может быть, там, под конец, когда, Харьков, привет, я, ну, не очень люблю делать, я знаю, что многие там делают прямые эфиры из кардио, когда там делают кардио, то есть, ну, иногда на подготовке, если там второе кардио более, так сказать, спокойное, я еще могу, но, я предпочитаю, если это кардио, то мне нужно сконцентрироваться, чтобы хорошая была музычка, вот, и, может, под конец кардио уже, когда буду заминку делать, еще раз выйду в эфир, хорошо, у вас где-то будет как раз 12, у меня 12 будет, Харьков, привет, тебе доставят в Лос-Анджелес, я не поняла, что это, климат меняется, да, у нас ведет в Тюменской области на Милу по колено в день, вау, супер, привет, Марсель, привет, Австрия, вау, привет, Австрия, Украина, солнце было днем, но еще холодно, ага, спасибо, Котик, Котик, скучает, да, скучает, ему нравится, когда я дома больше, конечно же, возле меня или у меня на коленях, выступать больше не буду, опять же, знаете, я зарекалась после Олимпии, про Олимпии, когда выступила, я сказала, все, нафиг, никогда не буду выступать, реально было и психически трудно, и физически трудно, и более того, финансово трудно, вот, поэтому я тогда зарекалась, что больше не буду, но, что вы думаете, через 2 месяца отдыха я сказала, что хочу вернуться моему тренеру, и, в принципе, я начала подготовку, это 2015 год, но, опять же, как я говорю, иногда жизнь вносит свои коррективы, мама заболела раком, и даже я тогда все-таки не остановилась, я тогда вылетела на Украину, я еще на Украине продолжила тренировку, но тогда, опять же, вот, тогда...